всем привет это да воды и сегодня мы поговорим о продукте искра поговорим о не как в целом о продукте и как о последних пяти новых вкусах которые ко мне только-только приехали я их уже прокурил потому что они у меня были до этого но приехали они только что именно те которые я могу подарить вам кому-то одному какому-то счастливчику который выполняет самые простые условия это быть подписанным на мой телеграм-канал и нажать кнопочку участвую поэтому вот так вот ссылочка на мой телеграм-канал в описании заходите нажимайте кнопочку и выигрывайте 5 вкусов искры в двух экземплярах обожаю как шах это все упаковывает это очень красиво это очень минималистично минималистично и очень стильников давайте все это откроем посмотрим что у нас есть первую очередь так как это искра я вам давайте маленькую расскажу предысторию что к чему куда зачем почему и почему я ее когда-то ненавидел возможно это так когда искра появилась на рынке при всем моем большом уважении к шаху нашей дружбе и возможно какой-то любви потому что шахом я знаком очень давно я искру немного подхейчивал потому что посчитал что шах ушел из мосхева и открыл свое производство и посчитал это немного неправильным а также как и допустим сейчас все хейтят компанию трофимов потому что бывший сотрудник жестко сливнул ебнул себался сатира и сделал свой бренд который сейчас довольно таки очень популярный и развивается скажу вам так немного получше чем сам сатир и все ненавидят трофимова потому что вот он такой конченый пидорас сливнул с сатира забрал все технологии которые там какие-то придумывал и сейчас покойник развивает свой бренд а еще до этого он продавался без акцизны и за это все его просто гандонили и хуесосили примерно вот так же я думал что с компания искра когда они представились на хука клап шоу я подошел к стенду покурил сказал шаху что он молодец красавчик и это вообще годный продукт хотя до этого я его не курил я собрал честно вам скажу потому что чтобы поддержать шаха и дать ему как бы сказать мое настроение и возможно какое-то рвение что вот я его похвалил и ему наверное это было очень важно я начал прокуривать продукт понял что поначалу мне он не очень заходит я его немного не понимал не понимал его наверно потому что я не сильный фанат москва и как вы можете заметить я в принципе никогда не использую москва в сна сменах никогда не использую москва дома если только это не новые вкусы которые мне отправляет их новая с мм щица тебе большое сердечко и вот в какой-то момент я выхожу на смену в галерии секрет лаунж привет бирды и туда приходит шах своей компании с блогерами играть в мафию соответственно шах приносит свой табак дает мне забить я его прокуриваю и типа охуенно что это такое прикольно он не рассказал этот микс я его покурил и понял что довольно таки неплохо и я сделал выводы что тогда когда я прокуривал искру это скорее всего было что-то сырое недоработанное и вообще говно в баночках искры сейчас же что в искре это я скажу так честно от всей души не кривя зубами не шебурша купюрами в кармане о том что искра молодцы и еще пару месяцев возможно полгода либо год и искра займет хорошую позицию на полках займет хорошую позицию в ритейле в ресейле и конечно же в хорике поэтому нужно лишь только время и давайте собственно мы уже поговорим о самой коробочке которую ты можешь забрать себе если выполнишь условия все очень просто канал мвч самые скандальники там интересные новости и все остальное обязательно подписывайся никого не принуждаю но вот было бы прикольно если подписались что у нас здесь есть искра табак насыщенный и натуральный ароматами вот собственно искра у меня есть вывеска мне подарил шах спасибо тебе большое что у нас здесь есть это у нас уже третий дроп да как ни странно уже третий дроп искры и это говорит о том что компания развивается и давайте собственно мы о ней поговорим вначале послушаем что нам пишет про это сама искра соответственно вкус и эти покурил я возможно сейчас скажу немного альтернативное что написано здесь потому что ни один маркетолог не один из мэм щек а вот такой брошюрки не напишет что вкус средний ну вот так вот попробуйте нам вроде как-то более менее понравилось его за это нахуй сразу пошлют с компании и он будет писать посты какие все хуёвые в искре и почему его за это уволили и экстра ход in you passion алоэ мощный дуэт маракуйя и алоэ с преобладающей кислинкой в принципе после наверное какого-то фурора в колено индустрии алоэ стало очень сильно залетать да причем очень многие производители это сделали банана бомб теплая булочка с бананом щедро посыпанная сладкой корицей я немного не пропоминаю чтобы корица была сладкой то есть а кто и так так трактует что корица может быть сладкая непонятно фок фейхуя orange great я так специально читаете по я шарю за английский но типа не обращайте внимание вы прекрасно знаете экзотическое трио фейхуа апельсин и виноград я бы на самом деле послал бы этот вкус нахуй потому что есть внутри виноград но позже расскажу немного свой комментарий по данному вкусу кукумбер лимонейт освежающий огуречный лимонад тоже немного они они давать я пока не буду комментировать эти вкусы а продолжу собственно последний вкус вам про него рассказывать watermelon мелан классическое сладкое сочетание арбуза и дыни в принципе что и хотелось доказать типа классика никогда не умирает а кто против классики пускай идут нахуй так что у нас давайте теперь смотри дальше идет фирменная наклеечка которую я как бы все собираюсь наклеить на свою машину но почему-то думаю если я буду с ней ездить то я буду хуесосом почему потому что у меня не какой-то корч у меня не какой-то стенс у меня не какой-то японец у меня корейская машина и я думаю что под тюнинг она не совсем подходит поэтому наклеечку искры а у меня таких наверное штучек 5 я просто оставляю где-то дома в надежде что когда-нибудь я куплю себе разъебанный корч наклею на него искра и поедем мы шага вместе кататься по третьему кольцовому кольцу теперь давайте уже наверное послушаем мое мнение по этим трем вкусом и пока я пиздел я больше уверен что моя чашечка с искрой давно уже перегрелась и сейчас кричит просто давать и кончено пидорас давай быстрее кури хватит уже так пиздеть как вы заметили что это третий выпуск после перезагрузки и я наконец-то забил себе колен почему до этого я не забивал я проверял некие алгоритмы ютуба я проверял реагирует ли он на то что есть дым есть какие-то вспышки есть запрещенные предметы типа вот этого который стоит возле меня рядом давайте теперь смотреть пойдем наверно также по списочку пешин алоэ что хочу сказать по этому вкусу это довольно таки нежный вкус учитывая то что там есть маракуйя пешин же маракуйя или что короче этот фрукт он очень-очень яркий но при этом алоэ его сглаживает то есть основная функция алоэ в этом вкусе просто загладить а я едкий химические фрукты и алоэ с этим хорошо справляется не сказать то что она поможет как-то вашей коже либо кожи внутри вашего рта чтобы вашему мужчине нравилась нежность внутри вашего рта но своей задачей алоэ вполне справляется скажу я что это вкус очень топовый и супер крутой и пойдет просто и в хорике и в масс-маркете то нет все очень просто зайдет он потому что там есть алоэ алоэ это что-то редкое алоэ это очень интересно и все хотят это покурить поэтому будет вкус покупать а что будет дальше с этой баночкой когда ее один раз забьют мне к сожалению неизвестно мне конечно же вкус понравился потому что я люблю подобные выходки я люблю подобные такие вещи и я его обычно скуриваю второй вкус у нас банана бомба тут все очень просто банан яркий вкусные сладкие химозные ацетоновый но это лишь только на первых тягах потом бананчик становится нормальным и его в принципе спокойно можно курить но в целую это в единую целую забитую чашку всего этого вкуса довольно таки скучновато довольно таки прямолинейно и конечно же банально то есть чего-то охота вот такого вот изысканного потому что вся эта а соло хуйня уже порядком всех заебала фок фейхуа оранж и виноград почему я не послал этот вкус нахуй все очень просто винограда в принципе не чувствуется он отдает каким-то очень глубоким фоном но нет вот этого неприятного для меня лично вкуса винограда который непонятно куда что куда зачем и для чего фейхуа хорошая оранж не яркий оранж не цедровый оранж не пластиковый приятный апельсинчик и конечно же фейхуа она получилась очень здравая а за фейхуа я могу вам четко пояснить и возможно наверное даже поболтать на тему фейхуа у кого она крутая у кого полнейшее полнейшее говно то вы скорее фейхуа получилось довольно таки здоровенской приятной крутой очень яркой которая немного напоминает ананас вообще если вы курите фейхуа и в ней не чувствуете каких-то ноток ананаса то это хуёвая фейхуа поэтому ну его нахуй огуречный лимонад к сожалению непонятно почему идет такой мощный бум на огурцы и и вот такие вот похожие вкусы типа кукумбер лимонейт я думал что когда хукафина сделала кукумбер лимонейт на этом как бы все и остановится ладно там танжир сделали им как бы похуй но когда это все перенимают российские производители ладно смог angel сделали сделали да хуй с ними но искра какой нахуй огурец зачем вам это надо зачем вы просто тратите непонятно кучу времени потому что огуречный лимонад ну максимум на пару раз потому что в чистую это невозможно курить а в миксах это очень сильно теряется и приходится расходовать большое количество говорится использовать большое количество огурца и собственно непонятно watermelon melon классика хорошая арбуза причем я выделю очень хорошо потому что не химозный также дыня потому что я считаю что сделать хороший арбуз это уже достойно сатуэтки и джон каляна и ворс потому что ни у одного производителя сейчас на моей памяти нет ебейше хорошего арбуза который бы я курил и не думал том что это голимая хуйня а вот сука альфа кир когда-то делали пиздатый арбуз нет сожалению сейчас у всех почти арбуз довольно таки плохой и если бы у искры это был бы просто watermelon то скорее всего я бы тоже сказал бы что это полнейшая хуйня и арбуз у них не получился а из-за счет того что там есть составляющая дыни которая дает сладкость а здесь скорее всего как я заметил идет они хони меландью да не медовая дыня а наверное дыня колхозница потому что был такой тоже вкус есть такие аромки то она очень хорошо играет потому что если была бы дыня медовая то получилось бы отвратная блевотная хуйня как у некоторых короче которыми они очень хвалятся теперь мое заключение по всем этим вкусом а в целом все вкусы хорошие я просто зажравшийся я просто уже не знаю чё покурить чтобы мне это нравилось поэтому я решил довольно таки строго жестко оценивать каждый вкус все детально даст до дотально и до тошноты прокуривать и уже собственно делать какие-то выводы по этим вкусом поэтому это крайне субъективно если бы я делал бы это немного объективно то скорее всего я бы делал какие-то прокурой там бы мы собирали кучу отзывов и это получалось бы галимой хуйней поэтому искра молодцы шах молодцы шахи тоже молодцы все с тусовки искры корчи и кто играет мафию кто дружит шахом тоже молодцы поддерживайте его и не просите табак бесплатно потому что отдавая табак бесплатно вы просто его используйте и вообще как ёбаный абьюзер поэтому подкиньте лучше шаху монетку на его дальнейшее развитие чтобы он мог мне заплатить или кому-то по дымности у продукта все довольно таки хорошо хороший дымный отдает где-то местами пизды москва и прочим однородным таким табаком по жаростойкости тоже в принципе нормально для москвы он заточена на двух углях вполне очень круто курица в астрахани скорее всего этот продукт не оценят потому что на четырех пяти углях по сатане если ты с астрахани ты должен знать этот хэштег по сатане то ставь лайк его конечно же засрут и сожгут и как бы выкинут также мне кажется и касается новосибирска продуктом будет уживаться среднее плохо либо пока не не задрочится и до них не дойдет правильное курение кальяна по-московски на двух углях с питером же все немного наоборот мне кажется в питере продукт понравится потому что все кто с питера любят когда нахуй все это горит и они получают этого огромное эмоциональное восхищение мне же продукт очень нравится я его полюбил он очень прикольный красивый и самое главное у меня есть вот такая вот вывеска который у вас нет что я хочу заключение сказать еще раз что этот табак то что я перечислил вы можете уже соответственно выиграть переходите на канал мвч а почему объяснил и вы подумаете что я нихуя не курил раз баночки закрыты то если вы вот здесь посмотрите то у меня около 40 банок собственно искры которые я активно курю которые я активно использую и с собой беру на смену потому что продукт мне очень нравится так что это дава дым это немного перезагрузочка и пишите свои комментарии что вы думаете по поводу таких обзоров всех люблю всех обнял любви